На библейский портал Экзегет пришел вопрос, как сегодня правильно воспитывать девочку? Вы знаете, наверное, как и все предыдущие века, в чистоте, целомудрии и добродетели. Но реализовать это сейчас значительно сложнее, конечно, это понятно. Поэтому, если вы хотите, чтобы она была счастлива, то сделайте какие-то усилия для того, чтобы она могла сделать счастливым своего будущего мужа. Она должна уметь смиряться, понимаете? Потому что искусство любить и искусство дружить начинается с умения заткнуться. В определенный момент, когда любимому тяжело, плохо не выяснять отношения, просто промолчать, утешить, улыбнуться, забыть про себя. Такие христианские добродетели, которые про них там в глянцевых журналах не пишут. На самом деле, всем хочется, чтобы супруг был именно такой, понимаете? Чтобы дома был порядок, чтобы были ухоженные дети, чтобы на кухне было чисто. Поэтому девочку надо обязательно не отгораживать от домашних обязанностей, а к ним приучать. Надо ей объяснить, что это часть жизни, что жизнь надо обеспечивать, обслуживать. Что вот вчера мама мыла посуду, а сегодня ты, вторник, четверг, твой день мыть посуду. Там в пятницу папин, остальные мамина, например, или как-то по-другому. Еще какую-то обязанность ей дать. И напоминать об этом, что нет, сегодня ты готовишь ужин. И чтобы для нее это было нормально. А то вдруг, когда она выйдет замуж, обрушится на нее, что бабушки, мамы нету, и никто этого не делает. Она привыкла, что самое главное — это ее учеба. И начнутся трещины в браке. Поэтому какие-то такие самые элементарные вещи сейчас дать человеку. Прежде всего, конечно, научить молиться, попытаться. И тогда Господь ее благословит. И молиться, вы знаете, молиться. Потому что женихов нормальных сейчас практически нету. Они вымерли почти полностью. Люди, которые готовы создавать брак, молодые мужчины, их очень мало. И поэтому надо молиться. Есть такая древняя короткая молитва. Дай, Господи, моей дочери, мужа, тебе угодного и ей приятного. И вот у вас родилась дочка, вот начинайте сразу молиться. По крайней мере, у меня вот две дочки. Я молюсь. Да, потому что я вижу, насколько тяжело. Даже верующие молодые люди, создавая семью, это просто какой-то союз инвалидов. Понимаете? Вот в таком плане построить семью. Какие-то самые элементарные вещи не умеют. Распадаются даже венчанные браки. Причем вроде бы никаких причин-то нет. То есть для христиан формулировка «не сошлись с характером» — это просто чушь. Понимаете? Распадаются семьи. Потому что надо иногда промолчать и заткнуться. А мы этого не умеем. Причем так. Христиан формулировка «не сошлись с��ить». rs vocals